Попробуйте внимательнее вчитаться в текст различных песен. Если проанализировать, то создается впечатление, что многие песни это просто рекламные ролики. Как пел один из певцов, песни я подберу ключик к вашей душе. То есть песня как бы подталкивает человека к определенным действиям, пытается продать ему какой-то товар. Очень часто в песнях рекламируется участие в вооруженных конфликтах. То есть человек, прослушав песню, часто очень делает те действия, которые он не стал бы делать, не прослушав этого рекламного ролика. Классическая схема. Композитор для того, чтобы составить свою рекламную песню, рекламный ролик, вначале оценивает публику. И часто очень в песне поется именно про эту публику. И эта публика в песне делает то действие, которое просит заказчик. Раньше очень многие песни, если старые проанализировать, примерно 1900-х годов, то часто очень писались песни про употребление алкогольных напитков. То есть эти песни пелись в ресторанах, то есть оценивались публика, это или какие-то рабочие, то есть пелось про конкретные рабочие специальности, шоферы, воры, еще кто-то. Про них пелось и подталкивали их к употреблению спиртных напитков. Возможно, пелось про какие-то проблемы, с которыми люди сталкиваются, возможно, проблемы в личной жизни. И опять это сводилось дальше к употреблению спиртного напитка, потому что ресторану нужно продать алкоголь. И он собирал публику, и певец по заказу пел именно про то, что нужно продать. А продавали там алкоголь. Например, если бы заказчиком выступал лоток хот-догов, то пелось бы про хот-доги. Вот, например, оценились бы публику, да, что, скажем, пела бы песня, что вот я весь день сидел за компьютером, нажимал на разные кнопки, а потом вышел и съел хот-дог. Вот такие вот песни были бы для лотка с хот-догами, да. Для алкогольного, для ресторана песни про алкоголь. Для правительства песни про войну. То есть очень часто многие песни, вот если это оценить, что там рекламируется? Там рекламируется война. То есть правительство склоняет людей к участию в войне. То есть люди не хотят, например, идти на войну. Их мало того, что ловят, но еще хотят поднять их мотивацию, чтобы они не прятались, а именно шли и умирали за интересы правительства. И вот их обрабатывают песнями. Сначала поются песни как бы про них, потом про то, как часто, что они расстались с семьей. А с семьей они расстались потому, что правительство устроило войну. И правительство говорит, что хочешь увидеть свою семью? Вот иди воюй хорошенько, и это будет твой бонус. То есть лучшее, что ты получишь в этой войне, это то, что обратно вернешься к семье. И человек идет и воюет. Это на самом деле, это правительство как бы и устроило эти проблемы. То есть разлучилось с семьей, да? И вот в песне поется, что увидеться своей женой сможешь только через войну. Вот через войну пройдешь, победишь для правительства, и тогда увидишь свою жену, свою семью. И вот люди это пели, и массы получали такой рекламный ролик. То есть фактически песня – это реклама. И когда вы слушаете песню, или учите ее наизусть, да, то вы думаете, внимательно читаете текст. Прежде чем вы слушаете песню, вы сначала подумаете, а нужно ли оно вам? Может, вам этот товар просто не нужен? Зачем тогда слушать эту рекламу? Если хотите хорошую песню, то не потребляйте то, что вам заталкивает. А, например, поищите сами текст. Может быть, выучить. В общем, внимательнее следите за песнями, потому что если не соблюдать информационную гигиену в песнях, то это может сказаться на вашей судьбе, на тех товарах, которые вы покупаете, на тех поступках, которые вы совершаете. То есть думайте о том, что песня к чему-то вас подталкивает. И слушая эту песню, вы можете пойти по направлению этой рекламы. Продолжение следует...